Ещё до начала пресс-конференции в кулуарах журналисты признаются, впервые горящих вопросов нет. До такой степени открытой местная власть никогда не была. В подтверждении и эта встреча. Нет ограничений по времени. На каждый вопрос подробный и обстоятельный ответ. На что у главы Староаскольской администрации ушло без малого два часа. Большую часть заняли вопросы по апгрейду территории. План этого года выполнен полностью. Но и на следующий он не маленький. В дню города завершить ДК Комсомолицы его открыть. Всё с благоустройством и естественно с внутренним наполнением. Мы ведём в эксплуатацию школу нашу на Степном. Это из нового строительства. Далее мы в 20-м будем строить культурно-спортивный комплекс Федосиевки. У нас два детских сада, две школы в ремонте. Мы их выполним. А ещё приступят к строительству детского сада на Дубраве. Но главное, в 2020-м в Старом Асколе будут отремонтированы все медицинские учреждения города. Согласно данным администрации, если раньше самым больным вопросом здесь считались дороги, то сейчас медицина. И именно на неё брошены все силы. Врачей в город завлекают подъёмными и квартирами. В этом году это 20 миллионов рублей. Там мы 15 миллионов на приобретение квартир и остальные на ремонт нашего муниципального. То есть 8 и 7, 17 квартир мы должны в этом году... Ну, они уже ремонтируются. И контракт в процессе заключения на приобретение квартир для медицинских работников. То есть сегодня уже у нас очерёдность есть на квартиры. То есть кадры подходят, а не есть. Привлекательным должен стать и сам город. Не только для того, чтобы сюда хотели приехать молодые специалисты из других регионов, но чтобы и свои не уезжали, подчёркивает глава. Занаведение порядка уже взялись. И это помимо работ в рамках апгрейда. Борьба с долгостроями, ремонт исторических зданий. Кстати, сейчас готовят документацию по местному краеведческому музею. Проработка точек несанкционированной торговли, киосков. Взять яркий пример. Есть у нас на сегодняшний день единственное работающее учреждение культуры, где можно проводить крупные мероприятия ДК Гожня. Сзади есть парковочное пространство. Это специально для этого объекта. Но оно на этом пространстве парковочно установлено. Объекты нестационарной торговли. Должны ли они там быть или не должны? Из нового и привлекательного форум «Зелёная столица» в новом году пройдёт Старом Осколе. На территории парка «Зелёный лог». А это сотни креативных идей для воплощения. Обсуждается сейчас вопрос и создания нового музея. Есть предложение, уже проработанное, мы по зданию работаем, создание музея науки о земле. То есть аналог палеонтологического музея. То есть коль у нас здесь мы из недр поднимаем там артефакты и вообще много у нас экземпляров, которые могли бы мы разместить в музее, то есть показать это жителям и вообще сделать центром притяжения. Сделать сам Оскол центром притяжения. И этот он как сегодняшних работ, так и будущих, резюмирует глава. Екатерина Равинских, Сергей Кириченко. Такой день на мире Белогорье.